Ну вот организаторы этой конференции провели небольшой опрос, какой плебесцит, насколько вообще эти рекомендации исполнимы, какими вообще рекомендациями люди пользуются. У нас все еще действует такая определенная свобода, и до 2022 года эти рекомендации носят именно рекомендательный характер, а с 2022 года начнется, наверное, все невероятное. Но сегодня, видите, рекомендации Минздрава и Русской, они в части мелономы стихонизированы в качестве слова к слову, к счастью, и тут нет расхождений, и они сейчас, в общем-то, достаточно популярны в отношении к реальной клинической практике. Но есть люди, которые игнорируют любые рекомендации, опираться на собственный опыт, такие люди тоже есть. Есть люди, которые пользуются учебниками, монографиями, руководствами, что вообще кажется довольно странным в современном быстром меняющемся мире, потому что для реальной практики, конечно, учебник или монография – не очень-то удобная вещь. Но то, что касается диагностики, на самом деле есть несколько аспектов, которые мы обсуждаем в рекомендациях. Каким образом, основная проблема – это каким образом выявить радио-мелано. Понятно совершенно, что если вы имеете поздний кровоточащий узел, то нет никаких проблем его распознать, это не надо быть медиком, не надо быть даже каким-то с высшим образованием человеком. Если у вас есть крупный кровоточащий узел, то вы легко поймете, что это меланом. Вопрос в том, чтобы отличить его от тонкую радио-меланомы от левуса, и разные признаки были придуманы. Вот доступны для онкологов правила Фридмана, он уже доступен для хирургов, для всех других специалистов, которые не владеют такими отомпидермоцкопией. Оно не меняется уже 50 лет практически, и это правило Фридмана, оно представлено здесь и в наших рекомендациях тоже. Есть ограничения, как раз для ранней меланомы оно очень мало подходит, потому что малые размеры не могут быть подвергнуты этому правилу, и редкие агрессивные формы меланомы, таких как узловая меланома или, например, меланомы из голубого неоса, вот эти формы тоже не попадают под правила Фридмана. Таким образом мы пропускаем значительную часть, которая должна быть выявлена хорошей. Но мы, тем не менее, опираясь на это правило Фридмана, если особенно мы его будем популяризировать среди не врачей даже, а может быть населения в целом, то мы добьемся неплохих результатов в отношении ПФ к настосостраняющейся. Ну, критерий, стандартного диагноза мы здесь записали в рекомендациях как три таких важных пункта. Это анамнез, осмотр и в ряде случаев, я буду подчеркивать, что не всегда это термотоскопия. И это сделано в том числе потому, что значительная часть онкологов не обладают оборудованием додермотоскопии, а тем не менее именно на них возложена необходимость устанавливать диагноз сегодня на онкологические заболевания в соответствии с порядком оказания онкологических полу. Ну и данные причинительно патолого-анатомического исследования биоптильного материала, это тоже очень важный момент. Мы практически всегда должны иметь морфологическую верификацию для меланомы. То есть это подозрение, и дальше уже верификация в виде эксцессионной, или очень редко, но все-таки иногда эксцессионной биопсии об этом уже связано. Значит, что остается за пределами приказа? Вот у нас есть порядок приказания онкологической помощи, который сейчас в 116-й приказ перекочевал, и он тоже, собственно, там окажется примерно в той же формулировке, что врач-онколог в личном онкологическом кабинете или Центре областной помощи, да, ЦАОПа, в течение одного дня с момента установления предварительного диагноза организует взятие биологического материала или биопсийно-операционного материала. Это вот, собственно, уже подписанный приказ, где то же самое, только один пункт у нас устранился, это пункт номер 10. Таким образом, получается, что? Что дерматогенерологи из КВД или из поликлиники, хорапевты, врачок и практики, хирурги, они подозревают что-то и отправляют дальше к онкологу, который должен организовать эту эксцессионную биопсию, которая отправится дальше в патологи-антомическую биопсию. Хороший план, но готовы ли сегодня к этому онкологу? Да, как и в стране в сегодняшний прием? Есть ли их компетенция в целом области ранней диагностики? В общем-то, подразумевается, что в Центре амбулаторной помощи есть специалисты по профилю дерматогенерологии, это нас немного, так сказать, страхует, но так-то в целом, если вы посмотрите оснащение врача Центром амбулаторной антологической помощи, там есть много разных полезных вещей, от стетоскопа и даже есть очиститель воздуха, но здесь нет драмотоскопов. И, в общем-то, это объясняется тем, что в общем-то драмотоскопию в сложных случаях или никогда проводят из наших переспондентов около половины пациентов, а около половины ответивших. Но, что радует, что всегда, когда дерматогенерология истековым опросили, да, при помощи вопросов, проводят больше, чем в половине, то есть, да, почти 60 процентов ответивших, а правда, респондентам было немного, из разных регионов и что мы всегда проводим дерматогенерологию. Как они это делали, если у них нет дерматогенерологического порядка оказания помощи, я не понимаю. Но, в общем, они это делают. Вот вопрос из реальной клинической практики. Это московский регион, значит, и эта пациентка, которая обратилась к нам в апреле 2021 года, с вот таким вот узлом. Тут, я думаю, нет ни у кого их сомнений о том, что это изъезвленная пигментированная меланома, тут у вас возможно будет еще увеличение. Это подтверждается логически увеличенные лимфоузлы в паховой области уже к этому моменту. В менте 18-го, когда дерматолог и отправил к онкологу а-ля в ЦАУ, была приписка «Не занимайтесь ерундой, не отправлять людей с кератомой». И эти вещи, к сожалению, время от времени случаются именно с ранними новообразованиями. Мы должны об этом знать и понимать, что мы, в общем, должны алкологов готовить к тому, чтобы все-таки не разворачивали они обратно пациента с ранними диагностями. Тодирование. Ну вот, собственно говоря, понятно, что обследовать пациентов в каком объеме, очень зависит от того, с какими образованиями они вам пришли. Одна история – это ранее стали заболевания, но, по сути дела, да, небольшой толщины, и это оказалось меланома 0,80 метра толщиной, без изъезвления, это Т1А стадия. И другой дел, как он приходит к пациенту, у которого есть уже зрелая меланома, изъязвленная, клинический Т4М, хотя бы не можно сказать, клинический Т4М, у вас объем обследования будет отличаться. Если для этой истории вы начнете с эксцезионной пиапси, чтобы понять вообще-то, это меланома или нет, поймете толщину, другие факторы прогноза, и также прогнозы пиапси в сигнале узлов, то для вот этой истории вы начнете, конечно, с проверки и стадирования полноценным образом. И это записано в рекомендации, то есть если мы сегодня понимаем, что у нас есть зрелая меланома, у нас есть верификация этого, то тут легко и получить, это даже цитологически можно сделать, то вы можете полноценно обследовать этого пациента, вплоть до ПЭТ-КТ, при литерном ЛДГ и понять, это вообще регионарный процесс или уже медстатический. И биопсия сигнальных узлов вообще-то много чего дают, потому что тоже вот для таких тонких меланом, при нормальных абсолютно показателях ЭКТ, ПЭТ, МРТ, ультразвука и для толстых меланом, у которых тоже может быть в порядке все данные по данным институтам исследований, вы можете поднять стадию с 1 или 2 до 3 Б и 3 Ц, то есть для стадии с плохим и очень плохим прогнозом, да, примерно у 3 типа цены. Очень важная история, почему мы сегодня вынуждены делать биопсию с тоже узла, потому что для 3 Б и 3 Ц стадии есть эффективная демантная терапия, а для 1-й, 2-й эффективная демантная терапия мы этих пациентов наблюдаем, а надо бы их лечить, если они имеют теки Б и 3 Ц. Ну вот сегодня мы ждем исследований, следующий кинут 16, где может быть для 2 Ц стадии нам предложат эффективное демантное лечение, и история с ПСЛУ сама по себе исчезнет. Ну на этом я свою часть по диагностике заканчиваю, потому что осталось бы 10 минут, и мы должны двигаться дальше уже к следующей части, к хирургии, да? Да, мы готовы перейти к хирургии. Да, Григорий Владимирович. Сейчас запустят презентацию, посвященную хирургическим этапам. Еще раз здравствуйте. И мы действительно должны касаться реальной клинической практики и тех рекомендаций, которые есть у нас сейчас под рукой. Простите, переключение у нас. Простите, спасибо. Итак, какое положение у хирурга в настоящий день? Все-таки меланома изначально из хирургической патологии перешла, конечно, в системное заболевание, сегодня ни у кого нет сомнений в этом. И перед хирургом стоят четкие задачи, которые по большому счету отражены в рекомендациях. Это вопрос стадирования, о котором говорил Игорь Вячеславович, как первичной опухоли, так и стадирование в отношении поражения лимфоколлектора. И это вопросы циторедукции до системного лечения и после системного лечения. То есть, действительно, о чем уже говорил профессор Болч, в настоящее время идет изменение парадигмы вообще в терапии меланомы. Он много рассказал о хирургии, но в нашей стране есть ряд особенностей, как и во всем, так и в понимании рекомендаций. Когда мы говорим о стадировании, речь идет о стадировании GCC, Объединенно-Американского патераркового комитета. И мы видим это отражением этой системы стадирования и в наших рекомендациях утвержденных. В отношении первичной опухоли наша основная задача забрать адекватный материал, чтобы определить основные параметры толщины опухоли по бреслу, наличие изъязвления и дополнительных параметров, о которых мы поговорим немножко попозже. То есть, наша задача – это адекватный биопсийный материал, чтобы морфологи смогли поставить диагноз. Я часто цитирую это голосование, которое было на одном из нашей конференции в 2019 году. И мы прекрасно знаем, как верифицировать диагноз, надо использовать панч-биопсию, эсказионную биопсию. Надо делать это тогда, когда у нас есть для этого объективные показания, которые мы определяем посредством дерматоскопии, клинического осмотра. И, посмотрите, половина из наших специалистов, это был опрос именно врачей, считает, что выполнять биопсию под местной анестезии, выполнять минимальные объемы, то есть тот же самый панч, нельзя. Это было в 2019 году. И отражением того, что до сих пор я от мифов не разрушен в России, мы находим при анализе материалов, поступающих к нам в учреждения. Поэтому есть определенные законы, и нужно делать просто это правильно. Методика стандартная, надо учитывать анестезию, ее просто правильно использовать, местную анестезию, конечно, можно использовать. Минимальный отступ, соблюдать направление по лимфоколлектору для того, чтобы у нас не было затруднений в дальнейшем с биопсией сигнальных лимфоузлов. Эксизия, безусловно, повлияет на результаты биопсии сигнальных лимфоузлов. И тому, что это можно делать и нужно делать, есть отражение в рекомендациях. Почему же наши специалисты не то, что не читают международную литературу, но это написано в рекомендациях, почему бы это не делать? Что мы видим в реальной книнической практике? Тонкие, относительно тонкие меланомы, но уже сразу же такой объем, который применяется при тех случаях, когда даже возникают затруднения с пластикой. Зачем это делать? Трудно сказать. Почему не учитывается тот факт, что в дальнейшем мы этих больных будем подвергать биопсии сигнальных лимфоузлов, если до этого есть показания, не совсем понятно. Ведь мы же помним, что лечебная программа может быть завершена и после биопсии. Если выполнить адекватную биопсию, это будет тоненькая меланома и те же 5 мм линсит у меланомы достаточно, то после верификации процесса и его стадирования мы завершаем лечебную программу, мы отправляем его на наблюдение. Почему бы не сделать это правильно в самом начале? Более того, по поводу инструментального обследования, здесь есть определенное коварство. Мы либо занимаемся гипердиагностикой в тех случаях, когда это совершенно не требуется, и к нам поступают на прием пациенты с тонюсенькими меланомами, но уже с выполненным умертой головного мозга, ПЭД-сканированием, КТ всего, чего можно, дополнительно какие-то ультразвуковые исследования. Это совершенно не было нужно. Достаточно было выполнить эксциссию с этого начать, о чем говорил Вячеславович, когда же речь идет о распространенном процессе, пациент начинает путешествовать от инстанции к инстанции, терять время, и уже о гипердиагностике в России не идет никакой речи. Пациент теряет кучу времени на ненужные этапы маршрутизации, недообследованные в результате, и мы уже прибегаем к циторедукции по санитарным показаниям. И это действительно большая проблема. В отношении стадирования лимфоколлектора у нас есть четкие указания, что в соответствии с классификацией GCC, правилом GCC, мы не можем выполнить стадирование категории N, если не подвергли пациента биопсии сигнальных лимфоузлов, когда для этого были показания. Какие же показания мы отразим в следующем слайде. В данном случае речь идет о толщине опухоли больше на 8 мм и наличии или отсутствии изъязвления в зависимости от толщины, высокий методический индекс и лимфоваскулярная инвазия. Но абсолютным показанием является толщина больше на 8 мм, что отражено в наших рекомендациях. Потому что мы знаем, насколько поменялось после реастадирования больных в соответствии с 8-й версией классификации в пациентов, которые раньше относили ко второй ци стадии, перешли в третью. Сейчас у них есть возможность получать адекватную терапию, современную одевантную терапию. Но, опять-таки, многие центры начали выполнять это. Но не только от хирурга зависит качество выполненной биопсии и адекватное стадирование, но и от морфолога. Важно соблюдать определенные принципы морфологической оценки для того, чтобы тот материал, который был получен хирургом, был адекватно оценен, и мы в дальнейшем могли определить стадию и назначить адевантную терапию. Следующий вопрос, который, опять-таки, почему-то не решен в России, это выполнять ли тотальную диссекцию после положительной БСУ. У нас есть в руках те исследования, которые цитируются всеми. И это МСЛТ-2, и это исследование Декок, в которых выполнение ЦТ-редукции, фактически, лимфодиссекции после положительного рефицированного лимфоузла по сравнению с наблюдением адевантной терапии не дало положительных результатов в отношении меланомоспецифической выживаемости. Показалось бы вопрос закрыт, и уже на последнем конгрессе по меланоме и дерматоонкологии один из толпов стандирования и хирургии меланомы, и лечения меланомы Гершенвольд говорит о том, что в настоящее время, в принципе, уже наступает новая эра, когда мы не выполняем диссекции после положительного лимфоузла. Более того, даже в наших рекомендациях очень корректно сформулирован вопрос о том, выполнять ее или нет. Нужно тщательно обсудить с пациентом вопрос цитередукции в данном случае и понять, какую пользу принесет это вмешательство для него. Но надо понимать, что отсутствие пользы наступает только в том случае, когда пациент будет подвергнут адекватной дивентной терапии. Важно не путать в то же время ситуацию, когда у нас изначально выявлены положительные клинические лимфоузлы. В данном случае, как в НССН, так и в рекомендациях АОР отражены показания для выполнения лимфодиссекции. И в настоящее время, резюмирую, хочу сказать, что хирурги сегодня занимаются стадированием и цитередукцией. Нам нужно правильно поставить стадию заболевания, решить вопрос о неодевантной терапии. И эта парадигма сдвигается в сторону неодеванта. И в ряде случаев мы добьемся, скорее всего, большего эффекта от проведения неодеванта, а потом уже выполним цитередукцию. И встает следующий вопрос. Выполнять ли цитередукцию после полного ответа? И нам поступил вопрос как раз от наших слушателей выполнять ли ее. Действительно, здесь нет четких показаний для цитередукции после полного ответа. И, наверное, в каждом отдельном случае мы должны обсудить это и с пациентом, и понять, является ли это единственным признаком заболевания, проявлением заболевания, наличие у него поражения лимфоколлектора, или есть еще метастатическое поражение. На мой взгляд, если у пациента речь идет о полиметастатическом поражении, то выполнение цитередукции имеет очень ограниченную роль и связана она с симптомностью этих очагов. Это разумные цитередукции, и все-таки должна быть идеологическая не революция, а эволюция. Мы должны эволюционировать в соответствии с теми исследования, которые к нам поступают, и ограничить нашу агрессию. И, наверное, мы уже готовы перейти к вопросам системной терапии. Добрый день, глупо уважаемые председатели, глупо уважаемые коллеги. Мы, как уже говорила Светла Анатольевна, провели опрос регионов. Я хотел бы поблагодарить всех, кто откликнулся на нашу просьбу и представил свою ситуацию, которая есть. И вот нам это дало такое несколько интересное видение того, что на самом деле происходит не только в хирургическом лечении, но и в лекарственной терапии. И вот в части лекарственной терапии один из вопросов, которые мы спрашивали, это какая доля пациентов действительно получает адевантную терапию при меланоме. Вот у нас примерно на три равные части разделились центры. где-то почти все из тех, кому показано, получают адевантную терапию. И примерно равная часть – это пациенты, у которых менее 30% пациентов получают лекарственную терапию. И судя по комментариям, это в основном причина не столько желания назначать, а проблемы с лекарственным обеспечением и финансированием этого лечения. Что касается того, какими препаратами назначаем лекарственную терапию, мы предложили выбрать в порядке приоритетов, что будет назначено в лекарственной терапии. Первое – это первоочередной выбор, ну, соответственно, пятое – это просто по количеству опций было. Конечно, немножко провокационный вопрос, но вот посмотрите, я здесь выделил синими блоками то, что у нас есть в рекомендациях. На второй стадии у нас есть только для пациентов с изъязленной меланомой интерферональфа, на третьей стадии у нас помимо интерферона есть антипедиадинтерапия, комбинированная брафингибитор. Ну и как оказалось, если на второй стадии вариант, что одевантная терапия не проводится еще до какой-то степени, объясним, это может быть не изъязленная меланома, но и, в общем-то, эффект от интерферона не такой большой, чтобы… это требует обсуждения, все-таки это незначительное снижение риска, да, но тем не менее остаются люди, у которых назначаются и более современные препараты без данных клинических исследований о том, что они что-то делают во второй стадии, как антипедиадинтерапия. Как ни странно, достаточно популярна и в третьей стадии, и во второй стадии оказалась монотерапия брафингибиторами, которая вообще не зарегистрирована. И, к сожалению, до сих пор остается в одном из факторов выбора. Ну, хорошо, что уже не на первых ролях это аджевантная химиотерапия, которая не то что улучшает, она ухудшает результаты лечения меланомы. И ее уже, наверное, лет 15-20 нет в никаких рекомендациях. Какие вопросы к клиническим рекомендациям нам прислали и нам задавали? Это финансирование лечения, то, что мы не можем лечить, изменить, более раннее назначение эффективных лекарственных препаратов. И вот обсуждали вопросы о прекращении терапии метастатической меланомы после двух лет лечения и перевод пролголемаба в аджевантный режим. Но на последний вопрос нам, я надеюсь, ответят клинические исследования, которые будут в будущем. А что касается прекращения терапии метастатической мераномы, как раз это один из вопросов, которые я хотел бы обсудить. И, исходя из нашего опыта, исходя из того, что у нас изменилось в рекомендациях за последний год, я вот хотел поднять для обсуждения три вопроса. Это вообще роль аджевантной терапии с учетом новых данных, которые мы получили буквально две недели назад. И вопросы выбора последовательности лечения. Собственно говоря, это весь большой глобальный вопрос, в каком последовательности применять методы системного лечения. Использовать их в аджевантной терапии сразу, использовать их потом, кому использовать комбинацию, кому использовать последовательные данные. И вот первый вопрос про аджевантную терапию, это исследование СВО, которое было опубликовано буквально несколько недель назад на АСКО, которая сравнивала пембролизумаб в эдиватном режиме по сравнению с стандартом терапии, это высокие дозы энтерферона или высокие дозы эпилемумаба. И оказалось, что если во времени до прогрессирования разница ощутимая, мы ее видим здесь на слайде, то по общей выживаемости, в общем-то, разницы никакой нет. Более того, у пациентов, которые получали пембролизумаб, потом прогрессировали, эффективность пембролизумаба уже в лечебном режиме была достаточно низка, она была ниже. Тогда как пациенты, получавшие другую ветоидивантную терапию, они имели эффективность пембролизумаба достаточно высокую, сопоставимую с результатами регистрационных исследований. Что еще оказалось интересным, что при третьей А стадии заболевания, у которых очень хороший прогноз, это пациенты с микрометастазами в сигнальных лимфоузлах, пембролизумаб не отличался никак не от стандарта, но относительный риск при этом был не ниже единицы, а все-таки выше единицы. То есть мы говорим о том, что у нас не всегда есть различия между, казалось бы, старыми и, казалось бы, неэффективными режимами терапии. Ну и, соответственно, тогда встает вопрос, может быть, мы сейчас его обсудим, как все-таки лучше нам поступать. Вот у нас есть несколько вариантов одивантной терапии. У нас есть исследования, которые показывают, что современная и достаточно дорогая терапия не улучшает результаты лечения по сравнению с, грубо говоря, старой терапией. Надо отметить, что в этом исследовании, что интересно, смерти пациентов на профилактическом лечении были в группах пембролизумаба, в группах эпилеумаба, но их не было в группе интерферона, которые вроде как более токсичны, чем иммунотерапия. Коллеги, как вы думаете, как имплементировать эти данные и как их использовать в реальной практике? Если вы помните, мы уже несколько лет назад об этом говорили, что иммунотерапия может быть не совсем то же самое с точки зрения одивантной терапии, как мы привыкли говорить о одивантной таргетной терапии, химиотерапии, когда мы убиваем микрометастазы, истощаем тем самым опухоль, и на микрометастатическом потенциале опухоль более чувствительна, чем на макрометастатическом потенциале. Вот, возможно, для иммунотерапии, так сказать, это не совсем правильно. То есть и макрометастатический потенциал тоже сохраняет свою чувствительность к иммунотерапии, если природой заложена эта чувствительность. А она, по-сидимости, есть у третьих больных как минимум. Поэтому, конечно, тут вариант не лечить больных иммунотерапией, а ждать прогрессирования, но отслеживать прогрессирование, чтобы оно не было очень большим по объему, и потом проводить иммунотерапию, он может рассматриваться как идея. Я не думаю, что все равно надо больным назначать интерферон, это смысла не имеет, пустая терапия, пустая трата времени, силы, денег, еще и токсичная, но участие больных действительно можно ждать, скажем так, прогрессирования, не назначать. Но в этой связи как раз назначение адювантной и таргетной терапии, оно представляется, может быть, более разумным, потому что здесь работает немножко другой принцип, а иммунотерапия остается на потом. Но вот совсем недавно Игорь Вячеславович приводил данные о том, что выбирают врачи с точки зрения назначения адювантной терапии, и почти 100%, 95% докторов выбирают как раз назначение адювантной иммунотерапии. Потому что это в США, в США, да. Потому что это удобнее, менее токсично, удобнее контролировать и так далее. То есть, ну, в большинстве мы никуда от этой дилеммы не денемся, хотя с точки зрения научной, наверное, можно этот вопрос и рассматривать. Хорошо. Включите, пожалуйста, дальше презентацию. Нормально. Да. Ну, то же самое по поводу неволюмаба против ипелемумаба, отсутствие данных про общую выживаемость. Что касается лечебного режима, тоже результаты уже продленные, результаты выживаемости, исследования по сравнению комбинированной иммунотерапии с монотерапией антипеди-1 препаратом, с монотерапией пелемумаба. Мы видим, что действительно комбинированная иммунотерапия часто дает лучшие результаты. Но что касается выбора, кому назначать, кому не назначать, у нас последовательно подтверждается идея о том, что у пациентов с диким типом мутации БРАФ проведение комбинированной иммунотерапии, которая значительно токсична, не приводит к дополнительной пользе как с точки зрения времени до прогрессирования, так и с точки зрения общей выживаемости. А на сегодняшний день мутация в гене БРАФ – это стандарт диагностики. Мы всегда знаем при системном процессе, какой у нас тип мутации БРАФ. Таким образом, получается, что у нас отсутствуют данные о дополнительной пользе комбинированной иммунотерапии именно у мутированных больных, тогда как у немутированных больных разницы в первой линии терапии, по крайней мере, нет. И в связи с этим вопрос, а стоит ли такой вариант использовать для клинических рекомендаций? То есть можем ли мы ограничить применение комбинированной иммунотерапии, которая заведомо более токсична, она и финансово более токсична, или для пациентов с диким тимбом, которые у нас где-то 40-50% по стране, мы можем ограничиться иммунотерапией и получить те же самые результаты? Не согласен с вами, мы имеем пациентов высокого риска в группе БРАФ немутированной меланомы, где иммунотерапия работает, очевидно, хуже, чем работает комбинированная иммунотерапия. У больных больше шансов получить ответ и будет длительный, у больных с высоким уровнем ЛДГ, большой опухолевой массой, с метастатическим поражением печени и так далее. Поэтому с этим я, например, не согласен с утверждением. ПДЛ-1 позитивные больные с небольшой опухолевой массой, да, наверное, это монотерапия – оптимальный вариант у больных с отсутствием нормальной массы, что не скажешь о больных с высоким риском клинической и распространенностью опухолевого процесса. Галина Юрьевна, у вас мнение? Вас не слышно? Не слышно? Уж точно все-таки использовать знания о наличии мутации для отбора на комбинированную иммунотерапию или монотерапию антипедиантителами, но мне тоже представляется, что это неправильно. Ну, мы все-таки так и для себя, мне кажется, более-менее определились, что для пациентов без берав мутации на комбинацию мы берем пациентов с факторами неблагоприятного прогноза. Если у пациента минимум болезни, нормальная ЛДГ вполне правильно, на мой взгляд, во всяком случае, начинать терапию этим пациентам с антипедиантителами, причем независимо от наличия или отсутствия берав мутации. Спасибо. Алексей Викторович, дальше? Да. Включите еще один вопрос, последний. Так, ну и последнее новшество, которое у нас было, это введение тройной комбинации. Уже много говорили и на предыдущих конференциях, и на этой конференции про это, наверное, еще будет сказано. Но, в принципе, у нас есть три тройные комбинации, которые показали примерно равную эффективность, при этом две из них признаны неудачными в исследованиях, одна показала дополнительную пользу в исследованиях. И, собственно говоря, оказалось, что есть конкретная группа, по крайней мере, по предварительным данным, есть конкретная группа пациентов, которые получают наибольшую пользу. Это пациенты наиболее неблагоприятной группы, то есть PDL-отрицательные пациенты с высоким уровнем ЛДГ, и наоборот, PDL-позитивные пациенты, то есть наиболее благоприятные с низким уровнем ЛДГ, получают максимальную пользу от этой комбинации. Ну и, соответственно, мы уже много обсуждали на совете экспертов, и если у нас останется время, может быть, сегодня еще эксперты выскажутся, кому все-таки назначать тройную комбинацию, и нужно ли в свете того, что PDL-экспрессия здесь имеет решающее значение, нужно ли ее рекомендовать определение PDL-экспрессии при меланоме, потому что до этого она у нас в рутинной практике не рекомендована. Спасибо за внимание, я предлагаю перейти к дискуссии тогда. Продолжение следует...